Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех, кто нас сейчас включил и смотрит. С вами сегодня в студии шикарная Александра Гайнудинова и я Роман Дуброин. Сегодня мы расскажем вам много всего интересного и увлекательного. А начнем мы... Конечно же, с праздников. Какие праздники мы отмечаем сегодня? А вы знали, что 149 лет назад Лев Толстой начал свою работу над романом Анна Каренина? Жена писателя и его старший сын Сергей вспоминали, что тем утром Толстой случайно заглянул в Томик Пушкина и прочел неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу». «Вот как надо писать!» – воскликнул Толстой. В тот же день вечером писатель принес жене рукописный листок, на котором имелась хрестоматийная ныне фраза. Все смешалось в доме Облонских. Хотя в окончательной редакции романа она стала второй, а не первой, уступив место всем счастливым семьям. Это произведение Толстой окончил в апреле 1877 года. В том же году оно стало публиковаться в журнале «Русский вестник» ежемесячными порциями. Вся читающая Россия сгорала от нетерпения, ожидая продолжения. Слушай, Саша, а ты сама-то читала Анну Каренину? Читала, Ром. Мне безумно понравилось. Я в восторге. Честно говоря, я был в таких двойственных чувствах, я все-таки не понимаю, как можно лишить себя жизни. Вообще не понимаю, зачем она бросилась под этот поезд. Ну, конечно, можно понять. Автор очень круто и изящно объясняет нам характер героини. Но все равно для меня это необъяснимо непонятно. Но это моя точка зрения. Ром, я так понимаю, здесь очень сложно судить, так как необходимо все-таки оказаться в этой ситуации. Возможно, именно это внутреннее состояние так повлияло на ее действия. Возможно, но я рассуждаю так. Нам дано жизнь для того, чтобы мы принесли что-то хорошее в этот мир, поделились своей энергией и наслаждались. А самое главное – наслаждались. Да. У меня, знаешь, к тебе есть такой некий вопрос в связи со следующим праздником, который я скоро озвучу. Любишь ли ты Кока-Колу? Я ее не люблю. Но два года назад я все-таки ее пила, потому что мы поднимались на пик Черского. И когда мы спускались обратно, жутко хотелось пить. И почему-то утоляли жажду не водой, а именно Кока-Колой. Помогло. Помогло? Да. То есть ты действительно два года назад только один раз попробовала Коколу и все? Да, я ее не пью. Не пью. Я пью только воду, чай и кофе. Знаешь, вот я тебе могу сказать, что у Кока-Колы потрясающий маркетинг. Вот представляешь, они же нам внушили тот момент, что на Новый год она должна присутствовать на столе. Все помнят эту рекламу? Праздник нам приходит. Реклама классная. Да, просто и ты ощущаешь вкус Нового года. Кстати, никогда у меня на новогоднем празднике не стояла Кока-Кола, что родители делали мне в детстве. Никогда. Но когда я включал эту рекламу, ощущалось какой-то, знаешь, дух волшебства, что сейчас придет Дедушка Мороз. Поэтому как минимум за это Кока-Коле огромное спасибо. 136 лет назад был создан рецепт невероятного напитка Кока-Кола. В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Стит Пембертон, фармацепт по образованию, пытался найти средства от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим. Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку по 5 центов за стакан. Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время закрепилось название Кока-Кола. После смерти Пембертона бизнесмен Аза Кендлер приобрел рецепт удавы за 2300 долларов. Саша, представляешь, оказывается, раньше Кока-Кола была лекарственным средством. Ну, вполне возможно. Кто бы мог подумать? Человек хотел, чтобы голова прошла, а в итоге изобрел напиток, который пьет весь мир. Кстати, в Мексике это национальный напиток, который они употребляют ежесекундно. Они любят сладкую газированную воду и Кока-Кола номером один считается. Интересно. Да. И следующий праздник – это день самопознания. Лично для меня этот праздник каждый день. Потому что каждый раз я задаюсь вопросом, кто я, для чего я все-таки пришла в этот мир. А ответы есть какие-то? Постепенно, знаешь, приходит. Когда есть запрос, приходят и ответы. А вот в какой момент ты задаешь себе вопрос? Как ты себя можешь самопознать? Есть ли какие-то инструменты конкретные у тебя? Ну, для меня это прежде всего именно конкретный вопрос. Допустим, кто я? Чего я хочу? И далее это ты уже прислушиваешься к себе, своему внутреннему состоянию. И вот те ответы, которые они приходят, в них нужно не сомневаться и не анализировать. Кстати, ты сейчас, конечно, удивишься, как и все наши телезрители, Саш, но сегодня день скакания на одной ноге. Представляешь? Есть такой праздник. Вот я вижу, ты сегодня пришла на красивейших каблуках. Смогла бы ли ты гипотетически на них попрыгать? На одной ноге? Гипотетически, думаю, да. И не упала бы? Думаю, что нет. Но делать сейчас я этого, конечно же, не буду. На одной ноге, я помню, я скакала в детстве. А, вот играли-то в эти, как классики, да, называется? Классики, да. Да, помните? Получается, оттуда этот праздник, возможно, и обрел свои черты. Да, вполне возможно. И еще один праздник – это День владельцев малого бизнеса. Конечно же, мы поздравляем вас. Желаем вам довольных клиентов, которые будут вам с удовольствием отдавать свои денежки, а вы будете приносить им пользу. И прибыли. Вот с праздника вас. И продолжает выпуск «Блог хороших новостей». На Ангарском водоканале обновления. Современную технику приобрели для работы аварийных и ремонтных бригад. Три передвижных мастерских полностью укомплектованы необходимым оборудованием. Ранее, выезжая на место для устранения неполадок, специалисты задействовали минимум три единицы транспорта. Теперь все нужные приспособления размещены в одном автомобиле. Это позволит оптимально расходовать временные, человеческие и финансовые ресурсы. Мы сначала купили одну машину, обкатали ее полгода и поняли, что надо немедленно брать еще две. Вот буквально в декабре мы разобрали конкурс и по ценам еще 21-го года. Вот эти две красавицы еще дополнительно пришли. Мы их укомплектовали тем оборудованием, которое видели. И сейчас они уже в работе, все это и машины. Кроме того, автопарк предприятия пополнился современным экскаватором. Он может передвигаться своим ходом со скоростью 35 км в час. Все оборудование приобретено за собственные средства в водоканалах в рамках производственной программы. Есть ли у Ангарска туристический потенциал? Накануне этот вопрос поднимали на семинаре, который проходил в Музее минералов. Участие в нем приняли ученые, а также студенты колледжа экономики, сервиса и туризма. Культурное наследие, созданное в советский период, местные жители привыкли воспринимать как должное. Однако, по мнению ученых Института географии, в городе есть на что посмотреть. Наши в Ангарско-городского округа, на наш взгляд, это большой туристический потенциал. Это в первую очередь. У нас есть великолепнейшие места. Это также Одинск, Саватиевка с бальнеологическим источником. Допустим, Ангарск тоже. В Ангарске есть много что посмотреть. Тем более, сейчас у нас очень много для этого делается. В финале семинара спикеры сделали выводы из представленных докладов. Они таковы. Ангарск действительно имеет туристический потенциал. Однако, для того, чтобы раскрыть его в полной мере, требуются вложения. Прежде всего, в санаторно-курортную отрасль. Ангарский лицей номер один стал финалистом всероссийского конкурса «Флагманы образования школа». Всего от нашего региона было представлено 14 команд. Лидерами стали 4. Соревнования среди участников в Сибирском федеральном округе проходили на площадке Иргупс. Призеры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в государственный кадровый резерв. Все новое, хорошо забытое старое. Эти слова, как нельзя кстати, передает показ модной коллекции, которую организовали эпишуровцы. Таким образом, эко-волонтеры еще раз напомнили о том, что многим вещам можно подарить вторую жизнь, вместо того, чтобы бездомно выбрасывать на свалку. Музыку рисуют дети. Так назвали свой проект преподаватели школы искусств номер два. Сегодня они посещают образовательные учреждения и знакомят ребят со скрипкой, после чего дошколята рисуют под живое исполнение классической музыки. Такие занятия поддержаны президентским грантом. Уроки пройдут во многих дошкольных учреждениях Ангарска. Ром, что-то случилось, ты выглядишь каким-то утомленным. Да, знаешь, что-то встать плохо получается с утра, как-то грустно. Не знаю, с чем связано, но вот как-то так. Сложно просыпаться? Да, тоже. Не можешь совсем проснуться? Не могу. Возможно, не хватает витамин? Да, возможно, не хватает. Об этом мы поговорим сегодня. И как правильно подобрать витамины и чем отличаются аптечные варианты, мы поговорим сегодня с нашим гостем, врач-диетолог, нутрициолог Любовь Щербаченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, все-таки нужно ли принимать витамины? Основной наш источник витаминов, микроэлементов, любых полезных веществ – это наша пища. И здесь всегда возникает вопрос, если нам не хватает из пищи. Либо мы мало потребляем, действительно у нас очень скудный небольшой рацион, либо слишком большой расход тех витаминов, которые мы потребляем из пищи. Мы много тренируемся, много читаем, много проводим время на работе и так далее. И вот в этих двух случаях действительно требуется дополнительный прием витаминов или витаминно-минеральных комплексов для поддержания того баланса, который нам необходим. А если вернуться именно к продуктам, какие продукты нам все-таки необходимо потреблять и в каком количестве, чтобы восполнить недостаток? Есть такое понятие – нутриентная плотность продуктов. То есть сколько на один килограмм, грамм в продукте содержится тех полезных веществ, элементов, которые нам необходимы, ну и максимальное их разнообразие. Так вот наиболее нутриентно-плотными продуктами являются темно-зеленые овощи. И здесь сразу возникает вопрос, сколько раз в день вы употребляете темно-зеленые разнообразные листовые овощи, начиная от лука и укропа, да, самых простых, заканчивая уже какими-то экзотическими шпинатами, особыми видами салата и так далее. Следующий компонент, как на удивление нутриентно-плотными продуктами, относятся субпродукты, это органы животных. И здесь тоже вопрос, язык, сердце, печень, как часто они присутствуют в вашем рационе. Если ежедневно, значит это хорошо. Если там один-два раза в месяц, ну значит это практически ничего вы не потребляете. А правильно я понимаю, допустим, если мы будем употреблять в пищу на завтрак, обед и ужин именно овощи, это правильно? Это правильно, это абсолютно правильно. И Всемирная организация здравоохранения уже более 40 лет говорит о том, что более 400 грамм, ну либо 5 порций овощей и фруктов должно быть ежедневно в рационе абсолютно каждого человека. Хотя бы 400 грамм. Конечно, они говорят о свежих овощах, только что сорванных, да, или тех, которые мы можем собрать у нас здесь, в нашей местности, то, что произрастает. Но это факт, 400 грамм. Это немного, в яблоках это там 3-4 яблока, но понятно, что это должны быть разные овощи и фрукты. Если это мы говорим в зелени, то это просто огромный, да, пучок зелени, 400 граммовый. А существуют ли какие-то правила приема витаминов? Правила приема витаминов, они, конечно, существуют. И каждый производитель действительно пишет на банке, ну либо на упаковке, каким образом он рекомендует принимать данные витамины и минеральный комплекс. Потому что они тоже между собой делятся на профилактические дозировки, лечебные дозировки. Некоторые витамины и минеральные комплексы являются нестандартизированными. То есть вы не знаете, сколько там витамина С или еще какого-то компонента содержится внутри. И если у нас витамины и минеральные комплексы стандартизированы, вы знаете точную дозировку в миллиграмм, вы самостоятельно, собственно, можете легко посчитать, одна ли вам нужна дополнительная таблетка. Или вы все-таки мужчина, и вам необходимо 2-3-4, потому что вы работаете, у вас семья, вы занимаетесь спортом, у вас еще бизнес какой-то параллельный. Вы понимаете, иногда индивидуально можно понять о том, что действительно не хватает и необходимо увеличивать дозировку. Например, если вы собираетесь, допустим, в командировку, или у вас какой-то сложный проект, или отчет, и вы понимаете, что расход будет больше. Но в каждой, как правило, в каждой витаминно-минеральном комплексе 1-2 таблетки или капсулы, так называемые доза, это средняя дневная доза, необходимая для компенсации вот того самого дефицита между пищей и нашей потребностью. Поэтому в среднем действительно каждый производитель рекомендует. А есть ли витамины, которые необходимо употреблять регулярно? Конечно. И сейчас наиболее актуально на регулярной основе принимать витамин С. Да, это известный витамин иммунитета, который стимулирует выработку, собственно говоря, всех звеньев иммунитета. Но без витамина С невозможен нормальный ответ на стресс. То есть без витамина С стресса устойчивости нет, потому что он избирательно еще работает в надпочечниках и регулирует выработку и действие гормонов стресса, всем известного кортизола. И если у вас будет дефицит витамина С, то на любую ситуацию вы будете реагировать очень тяжело, вам будет сложно собраться. И, как правило, даже трехдневный прием витамина С позволяет уже легче выходить из стрессовых ситуаций. Конечно, и очень важно, когда пациенты приходят и говорят, вот есть какие-то у меня маленькие знаки, десны ли кровоточат, ну по факту дефицит витамина С, хотя мы это вроде как не видим, незначительный факт. Синячки остаются после какого-то прикосновения, даже незначительного, то же самое. Волосы ли выпадают, еще какие-то моменты, это все может быть совокупный, опосредованный дефицит витамина С, вот таким образом клинически выраженным, как человек это может увидеть или как специалист. Самая распространенная, с чем сталкиваются обычные люди, это, конечно же, вялость и невозможность проснуться с утра. Вот такие сигналы, они чем заглушаются, какими витаминами? Ну, вот здесь скорее нужно говорить о какой-то поливитаминной недостаточности. Невозможно выделить какой-то один витамин или микроэлемент, который точно будет отвечать за хороший, уверенный утренний подъем, а еще в идеале проснуться до будильника и не нуждаться в дополнительном стимуле. Но наш регион, все мы знаем, он дефицитен по такому микроэлементу, как йод. Мы живем в области тотального йода-дефицита. И вот дефицит йода и опосредованное уже снижение работы гормонов щитовидной железы, их выработки, их активности. И по факту-то снижение активности каждой клетки организма, потому что точка приложения – это каждая клетка организма, заставляет нас или вынуждает нас экономить энергию материалами, слабыми, неактивными. И, как правило, дотация ежедневная просто простого йода, либо это аптечный препарат, либо это уже органический, какие-то водоросли люди начинают пить, в течение нескольких дней, неделю, просто колоссально меняет ситуацию с утренним подъемом. Действительно появляется бодрость, энергия, работоспособность. Любовь, расскажите, а как человек визуально может определить, что каких-то витаминов ему не хватает? Ну, посмотрев на себя, да, или посмотрев в зеркало, всегда можно увидеть, что что-то не так. Вы заметили, что у вас выпадают волосы на расческе больше, чем обычно. Это сигнал, что волосы же это придатки кожи, соответственно, придатки не нужны, когда идет какой-то режим экономии, да, чего-то не хватает. Вы можете посмотреть свои ногти, ногти на руках, если на них, они должны быть идеальны, ровны, гладки, без каких-либо заломов, они должны слоиться, не должно быть никаких бугорков, ямок и так далее. Посмотрев на свою кожу, если у нее есть избыточное шелушение, ну, скорее всего, это дефицит жирорастворимых витаминов, витамина А, витамина Д, витамина Е и так далее. Посмотрев даже на свое лицо, на синяки под глазами, очень часто это либо проблема с жировым обменом, обмен печени и дефицит витамина С, то есть это фактически признак цинги. Посмотрев на свои десны, на свои зубы, тоже как они выглядят, тоже можно понять опосредованно, есть дефицит или нет. Любовь, спасибо вам огромное за столь полезную информацию для нас и наших зрителей. Спасибо вам и будьте здоровы! Доброе утро всем, кто только проснулся! Доброе утро! Ром, расскажи, как у тебя обстоят дела с кулинарией? Честно говоря, сейчас не совсем хорошо, потому что я не готовлю яичницу, готовлю изометенно с луком с утра, прям божественно могу яйца сварить, пельмени отварить. Это все, что я могу сделать, а все остальное я делегирую нашей прекрасной половине человечества, конечно же, девушке. А, это здорово! А вот давайте с вами посмотрим, как готовят профессионалы. Давайте! Всем привет! Меня зовут Вика. И сегодня мы решили удариться в ностальгию, приготовить блюдо, которое известно всем и каждому по детскому саду, школе, либо, возможно, университетским столовым, и приготовить тевтельки с картофельным пюрем. А сейчас обращение для блюстителей русского языка. Мы в курсе, что по нормам ударение ставится на первый слог, но тевтели, это вариант более привычный для нашего слуха и тоже допустим, поэтому этим вариантом и будем пользоваться сегодня. А для начала нам необходимо замочить батон в молоке и измельчить зелень. Батон мы замачиваем в молоке для того, чтобы наши тевтельки стали, с одной стороны, еще более нежными, с другой стороны, батон поможет скрепить фарш и сделать их очень плотными. Также батон в целом можно заменить рисом либо отварным картофелем. Мы измельчили зелень, а также нашинковали лук, и теперь будем смешивать все ингредиенты для фарша. Порой на мясе образуются излишки влаги, которые лучше убирать. Ну вот и все, наш фарш готов. В него мы добавили мясо, мы использовали говядину плюс свинину. Вы же можете заменить абсолютно любым сочетанием. Это может быть курица, это может быть индюшатина. На самом деле это могут быть даже рыбные котлеты или фрикадельки, или тевтельки. В общем, любой вариант приемлем. Также мы добавили туда мякиш хлебный, который у нас в течение 10-15 минут дошел до нужной кондиции. Мы добавили туда измельченную петрушку, которую вы в своем случае можете заменить абсолютно любой зеленью, которую любите. Это может быть укроп, это может быть, например, кинза. Если вы будете делать связки с бараниной и добавите туда, скажем, еще какие-то хмели-сунели, например, то получится такой грузинский вариант. Также мы добавили туда яйцо, которое помогло нам связать все. Добавили соль и перец. И сейчас будем приступать к лепке. Также для того, чтобы сделать наши тевтельки более интересными, мы заранее нарезали сыр, который мы будем класть в серединку. И при запекании он у нас расплавится и будет вообще какая-то космическая бомба. Вот, для того, чтобы руки были всегда в пригодном состоянии, и также поставьте рядом с собой небольшую мисочку с водой. Перед лепкой новой тевтельки вы будете освежать руки. Вот, сейчас мы вот такую вот небольшую тевтельку нашу, круглого состояния, мы кладем ее в муку и слегка обваливаем. И перекладываем в блюдо для запекания, которое мы заранее слегка смазали маслом. Мы использовали оливку, вы можете ее заменить сливочным, либо подсолнечным. Вот таким образом лепим тевтельки. И затем отправляем их в заранее разогретую духовку. Итак, наши тевтельки мы только что отправили в духовку минут на 15, для того, чтобы на них схватилась корочка. И этого времени будет более чем достаточно, для того, чтобы мы сделали простой томатный соус для них же. Измельчаем лук, измельчаем чеснок, обжариваем все это на растительном масле, до слегка золотистого состояния, добавляем туда томатную пасту, орегано, чили, перец, либо любые другие специи, которые у вас есть дома, солим, перчим по вкусу, доводим до однородной консистенции и заливаем ими тевтельки. Дальше уже смотрим на состояние и доводим наше блюдо до готовности. Субтитры подогнал «Симон» А пока наши тевтельки доходят до готового состояния в духовке, мы займемся гарниром, который озвучивали в самом начале. Мы сделаем очень нежное картофельное пюре. Для этого мы заранее отварили картофель и сейчас будем его перетирать через сито. Мы именно будем его перетирать, а не используя толкушку, потому что мы хотим добиться абсолютно нежного состояния. Мы добавим туда сливочное масло и молоко, которое заранее разогрели. Соответственно, мы добавляем туда горячую смесь. Также добавим туда специи. Мы будем использовать соль и перец. Вы же можете разнообразить и добавить какие-то более пикантные варианты. Не знаю, это могут быть прованские травы, это может быть тимьян. Исходя из моего личного опыта, могу порекомендовать добавлять в картофельное пюре сыр. В этот момент пюре становится еще более нежным, тягучим. В общем, это что-то очень неописуемое и очень вкусное. Мы уже закончили, на самом деле, перетирать нашу пюрешку, наш картофель. Сейчас добавляем туда остальные ингредиенты. Добавляем сливочное масло, молоко. Добавим туда перец. Молотый, как вы видите, мы его перемалываем. Добавляем соль. Можно добавить еще какие-то специи по собственному вашему вкусу. Например, если вы добавляете туда сыр, как я предположила и предложила, можно использовать еще розмарин. Вот, сейчас мы берем венчик и все это перемешиваем до однородного кремообразного состояния. Ну вот и все. Кажется, мы закончили, а значит, настало время оценить результат наших стараний. Бомбический сыр и очаровательный фарш. Сейчас посмотрим, что у нас по пюрешке. Пюре получилось супер нежным, как я и анонсировала в самом начале. Очень нежная текстура, сливочные нотки. В общем, класс-класс-класс самой себе. Скромно, нежно, очаровательно все практически как про меня. Меня зовут Вика. Смотрите наши следующие выпуски, а мы встретимся с вами очень скоро. До новых встреч. Пока. К информации со всего мира. Живые картины представлены на выставке в Санкт-Петербурге. Еще немного, и кажется, сможешь взять в руки букет ароматных цветов или попробовать спелый виноград. Картины рождаются под кистью художницы Елены Базановой. Выставка ее работ под названием «Труд, вдохновение, волшебство». Проходит в северной столице. Девушка пишет с шести лет. Художник не использует белил для исправления ошибок. Движения ее руки точны и уверены. Вдохновение Елена черпает в природе и домашних питомцах. Любит писать с натуры. Часто рисует то, что быстро вянет. Пионы, листья, смородины или ромашки. Картину художницы есть в галереях и частных коллекциях по всему миру. Боже, ты это видела? Насколько же она талантливая! Безумно красиво, да. И как она, представляешь, убирает те растения, которые быстро вянут. То есть она, получается, хочет увековечить красоту в своих рисунках. И да-да. И как же это здорово созерцать ее воочию, а также на ее картинах. Слушай, вот я прочитал следующую новость так мельком. Скажи, у тебя дома есть робот-пылесос? Нет, к сожалению, нет. А ты веришь, что через какие-то 10-15 лет у нас все будет в роботах? Я все-таки надеюсь, что такого не будет. Следующая новость тебя просто взбудоражит, как и наших телезрителей. Робота с руками-вилками создали в Японии. Его задача – укладывать приготовленную лапшу на конвейер, оснащенный функцией взвешивания. После этого ее можно упаковывать. Робот оборудован системой распознавания предметов. За один раз он может захватить рукой-вилкой до 500 граммов лапши либо нарезанных овощей. Инженеры считают, что эта автоматизированная система поможет восполнить нехватку рабочей силы в пищевой промышленности. У компании-разработчика пока нет конкретных планов по коммерческому использованию робота. Вот, я же тебе говорю, роботы рядышком. Это здорово, но все же важна энергетика человека. А я расскажу про фермы по разведению осьминогов. Очень экзотично. Этот осьминог родился в неволе в рыбацком поселке на мексиканском полуострове Юкатан. Это уникальная ферма, которую основали 15 лет назад. Здесь придумали эффективный метод выращивания этих головоногих моллюсков. Их очень трудно разводить в неволе. Основал предприятие морской биолог. Он придумал и очень эффективный способ кормить осьминогов. Для этого используют рыбные отходы с других предприятий. Здорово! Да, достаточно умно он придумал, я бы сказал. И отходы скармливает, и осьминогов выращивает. Да. Согласен? Все рады. И осьминоги тоже. А на этом наша программа подошла к концу. Принимайте витамины, будьте здоровы. Увидимся. Пока.